Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Странера Спартака Я хотел вот с чего зайти Давай уже мы коснемся вскользь этой темы Поставим точку и больше к ней сегодня не будем возвращаться Там есть какие-нибудь слухи От Кокорина Мамаева Тишина, они там где и были Там где и были Вот уже с прошлого моего как раз сюда прихода Они вот примерно в одном месте находятся Ну тогда они еще были на свободе, их уже искали Ну а Уже больше месяца по-моему они находятся Но в прошлый раз нам с тобой, насколько я помню, повезло Но в кавычках, в смысле В смысле информационном, да Потому что буквально на следующий день, когда все это произошло Мы как раз целую программу посвятили Вечером все это дело произошло, да С утра я был здесь и мы очень долго обсуждали Этот не самый спортивный инцидент Но что ж Он стал главным событием Информопространства спортивного Недели на две и слава богу, что после этого Вот уже примерно столько же Мы об этом деле не слышим Но там 2 декабря планировалось заседание И теперь вроде бы как перенесли на следующий год Еще на 2 месяца вперед Ну поговаривают так Ну посмотрим, как там дальше будет Ну конечно, ты прилагаешь забыть об этом прямо сейчас И до следующего года, до 19-го уже Ну пока не выйдут на поле Причем не то, что из своих камер А на поле пока не выйдут Думаю, в спортивном Как спорт их лучше не вспомнить Вот слушай, ты подвел меня к следующему вопросу Я хотел закончить на этой теме А закончить не получится, к твоему сожалению Так С точки зрения норм права и всего такого Они не совершали Мне кажется, когда вся эта история закончится Они вполне будут иметь право выйти на поле Не в России, так где-нибудь Я не отпущу эту тему По твоим собственным ощущениям Ощущение, ну во-первых, профессионала, спортивного журналиста Во-вторых, просто болельщика, да, обычного Ты как думаешь, эта история закончится там Ну через 2 месяца в начале следующего года Или все-таки есть шанс, что вот Через 2 месяца, думаю, не закончится Потому что к чему-то их, наверное, приговорят Не думаю, что к реальному сроку Это будет совсем перебором, по моей точке зрения Ну вот прям, что там говорят, до 8 лет Ну это что-то уже за гранью будет За инцидент, который Ну не знаю, есть ли еще случаи Чтобы кого-то приговаривали за такое же самое К 8 годам Мне кажется, это самое жесткое Из того, что может быть Наказание Ну я думаю, что Кокорин вернется Более того, вернется в Зенит Смываем сложнее Краснодар за удар по имиджу Может Ну не то, что может Краснодар уже подал заявление на расторжение контракта Значит, Павла Мамаева в Краснодаре уже не будет Ну думаю, найдется какая-нибудь команда Которая не откажется от очень неплохого игрока Ну вот смотри, кстати Переходим уже к внутреннему чемпионату Потихонечку, да? Зенит же проиграл Он лидер, да? Сейчас Но он проиграл ЦСКА С отсчетом 2-0 Сказалось, как ты думаешь, отсутствие Кокорина здесь? Вообще сказалось Как это Ну можно, конечно, там взять Цифры, статистику Хорошую тему мы затронули, которая волнует, я уверен, многих болельщиков Давай возьмем небольшой перерыв И вот к этому вопросу уже вернемся совсем скоро, друзья Страна о спорте на телерадиоканале Страна.ФМ продолжает Скоро вернемся Страна.ФМ и Спорт.Экспресс представляют Стране о спорте Лайф Как всегда по вторникам именно в это время большая спортивная программа Стране о спорте И в гостях у нас корреспондент Спорт.Экспресс Кирилл Бурдаков Кирилл, доброе утро еще раз Еще раз Ну вот буквально несколько минут мы начали говорить с Кокорина, с Мамаева Мы начали, потом перешли все-таки, слава богу, к футболу К спорту уже И вот я тебя спрашивал по поводу того, по поводу проигрыша, да, 0-2 Зенита ЦСКА Отсутствие Кокорина, как ты считаешь Насколько сказалось вот на ходе этой игры И вообще скажется в перспективе, да, вот в ближайшие месяцы во всяком случае Оно уже сказалось на Зените, безусловно Это самое отсутствие Кокорина Он мало играл в этом чемпионате Поскольку еще в марте получил травму крестообразных связок колена Одну из самых тяжелых, травм для футболиста Полгода лечился Да, я помню, долго была история, когда же он выйдет Да, пропустил чемпионат мира, хотя должен был на него ехать Потому что на начало года именно Кокорина, не Дзюба, потом расцветший по весне Был лучшим нападающим страны Он прекрасно провел концовку прошлого года Неплохо начал нынешний, но сломался в этом самом матче с Лейпцигом Надолго выбыл Вот его наконец подвели к составу Он наконец начал выходить И он принес игре Зенита то, чего несколько не хватало Он именно использовался как Джокер Выходил на замены, переворачивал игру, что-то там обострял Он забил победный гол Славии Он в матче с Краснодаром внес важнейший перелом Сделал голевую передачу Здорово играл И вот именно его сейчас не хватает в том плане, что у Симака все меньше и меньше вариантов Все больше и больше завязываются, так скажем, и руки Можно их развязать, когда много у тебя всего А вот здесь наоборот Симак одним и тем же вариантом Еще такую же травму крестообразных связок получил Кристиан Нобо Эквадорец, который выполнял роль разыгрывающего, можно сказать, зенитовского футболиста И сейчас еще третий момент И, соответственно, не хватает Кокорина Он бы точно усилил, потому что, можно сказать, конкурент за место вставя Можно сказать, большой друг и коллега и соратник Артем Дзюба На которого в этом году выпала какая-то нереальная просто нагрузка Он очень сильно устал То есть сейчас вот к середине ноября можно сказать, что Дзюба очень устал И по игре это заметно То есть он продолжает выигрывать огромное количество единоборств Продолжает там скидывать мяч Продавливать, то есть там Исланца Магнусона Он центрального защитника ЦСКА пару раз продавил Просто не заметил Хотя не самого маленького такого дяденьку Скандинавского Но, тем не менее, заметно, что он не настолько резок, как в начале Он хочет рвать, но уже просто физических сил ему несколько не доставили Он действительно много свалил за эти полгода, да, последний фильм За год И даже в психологическом плане Потому что, да, в какой-то момент он даже взял на себя вот Когда он всех объединял, все пункты этой истории Он вообще героем нации стал, можно сказать То есть за год В конце прошлого года, когда Кокорин был на подъеме, взлетал Дзюба, наоборот, сидел Это до травмы еще был, соответственно Сидел на лавке «Зенита» Зимой его отпустили в аренду куда-нибудь в Тулу Арсенал, мягко говоря, не самая топовая российская команда Ну, середнячок такой Дзюба очень хотел на чемпионат мира Он в арсенале рвал жилы, чтобы обратить на себя внимание Там, забивал, отдавал Стал лидером этой команды Ну, на него вся, через него вся игра пошла Плюс ко всему, у него же были непростые отношения с Черчесовым Сейчас это кажется странным Но тогда-то было совершенно иначе все Очень было все непросто И мало кто верил, что Дзюба позовут Дзюбу Черчесов вообще до этого позвал всего один раз За два года работы Перед чемпионатом мира позвал Думаю, не пожалел нисколько Дзюба провел прекрасный чемпионат мира Назабивал, опять же, наотдавал Забил Испанию тот самый Вот вдохновлял команду с хорватами Вся страна запомнила Потом начался чемпионат, он продолжил на кураже Там к нему очереди выстраивались за автографами И просто моральное и физическое тоже истощение Когда ты год, по большому счету, не имея ни отдыха, ничего Пашешь, пашешь, пашешь Но в любом случае это было не зря в конце концов Теперь мы помимо игры помним вот этот Культовый уже практически жест Который знает абсолютно вся страна Друзья, стране о спорте продолжается У нас впереди небольшой перерыв Через несколько минут мы к вам вернемся Как обещали, вернулись к вам Это программа «Стране о спорте» В гостях у нас корреспондент «Спорт-экспресс» Кирилл Бурдаков Продолжаем, ну, футбольную тему пока Да, да, да Мы же начали говорить про отсутствие Кокорина в «Зените» Про присутствие Дзюба в «Зените» Про его вот путь за вот последний год, который он преодолел Про то, что он слегка устал Я вот о чем хотел спросить Вернуться к проигрышу «Зенита» с командой ЦСКА Ты как думаешь, это вот какая-то, может быть, начало Какой-то нездоровой тенденции в команде «Зенита» Или это, ну, я понимаю, что случайностей не бывает Но тем не менее Нет, это не случайность Не случайность это потому, что главный тренер ЦСКА Виктор Михайлович Гончаренко В очередной раз показал себя прекрасным тактиком Пожалуй, лучшим из работающих сейчас в чемпионате России Он разобрал «Зенит» по косточкам Тем более, что «Зенит» Ну, не самая хитрая команда вот в этом плане Благодаря наличию «Дзюбы» Потому что, когда у тебя есть вот такой козырь Грех его не использовать Этим «Семак», собственно, и занимается 14 туров И сейчас «Зенит» лидирует с 5-очковым преимуществом Несмотря на поражение от ЦСКА Причем преимущество над «Краснодаром» Локомотив, ЦСКА дальше «Спартак» вообще уже страшно представить где Ну, там другая история Немножко Ну, так вот, был разобран «Зенит» Гончаренко Молодой ЦСКА тот самый, который не так давно обыгрывал «Реал» Впал в небольшой кризис после этого Начал опять подниматься Прекрасный матч Эльзата Ахметова Которого уже было призвали в сборную России Должен был сейчас поехать впервые в жизни 20-летний парень в сборную Но как раз в матче с «Зенитом» вылетело плечо Травма Пока неизвестно насколько Но говорят, что чуть ли не до двух месяцев Ну, скорее всего, конечно, быстрее все это должны залечить Но очень жалко Потому что было бы интересно Человек просто раскрывается на глазах Это не случайность И еще один момент У «Зенита» есть тенденция То есть Не матч ЦСКА станет ее началом Она замечена уже на протяжении всего сезона «Зенит» дома и «Зенит» в гостях Две совсем разные команды Не могу понять, почему Конечно, там свои 50 тысяч Которые каждый раз собираются на стадионе Санкт-Петербург И гонят, гонят вперед Это обстоятельства Важный фактор Но почему «Зенит» настолько в плохом... Слишком большая разница В плохом смысле преображается Именно на чужих полях Не пойму 0-4 от Минского «Динамо» летом Потом 1-2 от «Мольды» Тоже заштатная командочка При всем уважении к норвежскому футболу Вообще ни о чем Ну, многие-то вообще не знают, что он существует В норвежском футболе Болельщики ЦСКА очень помнят хорошо, что такое «Мольды» В 99-м году ЦСКА был не то что щелчком по носу А таким мощным хуком отправлен в нокаут из Лиги чемпионов Вот этим вот непонятным клубом из города с населением Там, дай бог, 100 тысяч человек Потом в чемпионате России с трудом выгрызали там у Арсеналов, у Енисеев Вот еле-еле Потом поражение от «Анжи», который вообще всерьез никто не воспринимал Перед началом чемпионата собрали не понять из кого команду Слепили вот так, вот будете играть Они берут, обыгрывают «Зенит» Поражение от «Динамо» 0-1 Тоже не самой великой команды Ничего не создали причем Теперь ЦСКА В гостях «Зенит» пока плох Если «Зенит» еще справится с вот этим Может быть, это даже психологический момент Подавят эти психологические проблемы вообще тогда Никаких проблем у них на пути к чемпионству не будет А вот посмотри, ты сказал, что тренер ЦСКА разобрал всю игру «Зенита» по косточкам И я вдруг подумал о том, что Дзюба-то, несмотря Мне так казалось, вот оспорим, может быть, я не прав, да? Дзюба, несмотря на свои безусловные плюсы, которые мы хорошо знаем С другой-то стороны, он достаточно прямолинейный, наверное, предсказуемый игрок все-таки, да? Ну, нету игрока, который... Конечно, конечно, так Нету игрока, который Будет абсолютно непредсказуем для всех Может быть, Месси Даже Криштиану Роналду все знают, что будет дальше делать Другое дело, что никто не может остановить Но все знают Да, это совершенно другая история уже получается Месси, наверное, по разнообразии Но есть еще пара-тройка Но к нам-то такие в Россию не заезжают У нас каждого игрока, думаю, можно И если это не совсем 18-летний какой-нибудь юниор или африканец, которых там завозили пачками Его выпускали на поле, никто его раньше в жизни не видел на поле Может быть, они могут удивить Но они могут удивить матч 2-3, дальше они уже вряд ли Не будут разобраны вот именно такими вот тренерскими глазами Типа тех, что имеет Виктор Михайлович Прекрасно Слушай, ну вот ты заговорил об удивлении А если продолжать наши разговоры о чемпионате России по футболу Кто вот из команд, на твой взгляд, сейчас может внезапно взять и удивить А от кого этого не ожидаешь пока еще? Там, может быть, от «Зенита» кто-то не ожидал, да? Вот этих проигрышей совершенно такие смешные По большому счету, все в этом году уже хотя бы раз удивили Анжи тем, что там не вылетает Кого-то умудряется обыграть Оренбург удивил Команда выходила, все смеялись над составом Она одного, второго, третьего лидеров Щелкова, Щелкова Никому с ним нелегко Оренбург ЦСКА тем, что вот набрав новую, абсолютно новую команду Оставив там двух-трех человек Достаточно молодую, да? Не то, что молодую Вообще в России таких давно не было 20-21 год, 22 Матчи с Ромой, 8 человек, которым нет 23 лет Вышло на поле вставить ЦСКА Только голландские клубы, наверное, себе такое могут позволить Еврокубка, где ставка на очень молодые кадры всегда Удивил Ростов прекрасной обороной Карпинский Удивил Спартак, но в плохом смысле слова Вот сейчас надо на нем остановиться Вот слушай, вот Спартак, это все-таки отдельная история Совсем мягко говоря Это очень мягко Если не сказать более того Теперь же новый тренер Давай подробнее об этом С вчерашнего дня Олег Георгиевич Кононов Приступил к обязанностям главного тренера Спартака Ну, скорее всего Это ожидаемое решение И последнюю, опять же, недельку-то точно Никто уже не сомневался По большому счету, а после того, как он пошел Обниматься с тульскими болельщиками После домашнего матча Санжи, ну, было видно, что человек уже прощается Его там полюбили в целом И все ждали, когда, когда назначат Ну, вот, 12-го числа ноября Олег Георгиевич был официально представлен Ситуация интересная тем, что По большому счету Именно Кононов уволил Карреру из Спартака Предыдущего главного тренера Обыграв его в очном матче в Москве Со счетом 3-2 Тогда Арсенал победил Спартак уже в тот момент находился В такой Кризисной, можно сказать, полосе Несколько неудачных матчей Не могли долго победить И Под Каррерой стул Пошатался Ну, он периодически Даже после Чемпионства, естественно, вознесло Большинство болельщиков у Спартака до сих пор Обожает Карреру И, там, очень нехорошо отзывается о руководстве О некоторых игроках, которые не сработались с Каррерой Болельщики обожают Карреру Никаких вопросов Но периодически стульчик под ним пошатывался Вот здесь он расшатался до невозможности И после этого поражения от Арсенала Итальянец был отправлен в отставку Какой он тренер, мы за два с лишним года Особо и не поняли, на самом деле Мотиватор превосходный Собственно, вот именно этого, наверное Больше всего не хватало Спартаку В тот чемпионский год Когда Каррера заряжал Отправлял в бой Как на последний И вот принес это долгожданное счастье На Спартаковские улицы За 16 лет Первый трофей Ну, первый за 14 лет Трофей Первое чемпионство за 16 лет Все, праздник, праздник, праздник Потом Было очень много неоднозначных решений По приобретениям игроков, например И когда его уволили Ну, именно нейтральная публика Воспринимает спокойно Теперь приходит Олег Коннов Который сразу же В первом же, чуть ли не первом же заявлении По приходу Объявил, что вот с Олегом Романцевым Хочется пообщаться Это спартаковская легенда Человек, который На протяжении 15 лет Команду возглавлял При котором Спартак был, ну, явным лидером Чемпионата России 10 чемпионов 9 российских Односоюзно еще Даже в 89-м году Кубки Удачные выступления В Еврокубках Всего этого был Навалом Олег Иванович Икона, можно сказать Спартаковская Олег Георгиевич Другой Олег, да Он сразу же Говорит Я хочу посоветоваться Пообщаться Это должно настроить Публику положительно Коннову Дальше он Человек, который Ну, постоянно Был замечен Симпатией к Спартаку Его звали играть Спартак Еще когда-то Очень давно В 88-м В 87-м годах Совсем молодого Еще футболиста Но не срослось Сначала он сам Не смог приехать Историю умалчивать Почему Но вот так сложилось Да и в советские времена Было тяжелее С переходами Из клуба в клуб Даже если куда-то Наверх звали Еще пойди Из местного профсоюза В другой переведись Потом убрали Бескова И как-то Который ждал Конного Спартаке И не срослось В общем Карьера у него Особо не задалась Играл по Третьесортным Белорусским клубом А как тренер Потихоньку Развивался Человек Он такой На вид Очень мягкий Интеллигентный Может немножко Нудноватый Общаться с ним Слушать его Пресс-конференции По сравнению С Исполняющим Обязанности Спартаковским Сменившим Карьеру На несколько матчей Рауля Мрианча Это вообще Будет очень скучно Слушай Ну кому скучно Могут пообщаться Попробуйся с нарком Например Хотя Это хоккейная история О том и речь Если получится Он с большим удовольствием Все рассказывает Долго Интересно Не уверен Что всем игрокам Спартака понравится Такое Многочасовые Разборы Вот тут Может быть Проблема Но вообще Человек Которого Многие Спартаковские Болельщики Ждут Потому что Он исповедует Атакующий стиль А это Исконно Спартаковский То есть От него ждут Спартаковского Футбола Если не сложится Тогда Очень быстро Могут в него Шапки полететь Потому что Олег Георгиевич На Украине Себя очень хорошо Зарекомендовал С Карпатами С Севастополем Затем Прекрасно Действовал С Краснодаром В чемпионате России Бронзу взял Первый В истории Клуба Медальный успех Затем В финале Кубка играл Но Принес бы кубок Вообще Цены не было А вот После ухода Из Краснодара Как-то не очень пошло И в Ахмате И в Арсенале Из которого Его сейчас забрали В Спартак Арсенал Тойдет ниже Спартака Если что И если бы там Не победа над тем же Спартаком И вот на Данжи Последняя Мог бы вообще Сейчас где-то В районе зоны Вылета обитать Но Все-таки Если бы Не считается Победы эти были Арсенал Там где-то Десятый-одиннадцатый Но Тем не менее Насколько он сейчас В хорошей тренерской форме Это вопрос Но болельщики Спартака Его приняли Ждут Ну Часть во всяком случае Ждут И Надеются Что он вернет Спартаковский футбол Стеночки Забегания То что как мантра Уже Повторяется Просто на протяжении Лет тридцати Спартак может играть Только так И никак иначе Ну посмотрим Насколько он форме Покажет время И игра Безусловно Причем Не вот это время Я думаю До зимы Особо он еще Не успеет работаться Это будут наработки Предшественников Каррера И вот этого Довольно забавного Персонажа Вообще Чуть ли не Одного из самых Таких Запоминающихся За всю историю Чемпионата России Вот что я смотрю Было конечно Много Довольно чудных Тренеров Ну вот этот испанец Который там Говорил цитатами Из пабликов Каких-то Про то Что после Пасмурной погоды Всегда взойдет Солнце Да-да-да Очень специфический Персонаж Насколько он Хороший тренер Мы так не поняли То что Спартак При нем Ничего не показал И боль Ну кроме Эпической победы Над Рейнджерс Но Рейнджерс При всем уважении Это не тот Рейнджер Что был 10 лет назад Очень средняя Даже ниже Среднего по европейским меркам Команда Победили ее С огромным трудом Со всеми остальными Все было очень плохо Вот матч с Уфой Это вообще Страх божий Смотреть То что происходит С Спартаком Ну Этот испанец Точно запомнится Только вот В комическом Смысле Но зато Очень многому Количеству людей И уже Запомнился Кирилл Я предлагаю Сделать небольшой перерыв Вновь друзья Это программа Стране о спорте Скоро мы продолжим Страна ФМ И Спорт Экспресс Представляют Стране о спорте Лайф Да друзья На телерадиоканале Страна ФМ Продолжается большая Спортивная программа Стране о спорте Кирилл Бурдаков У нас сегодня в гостях Из Спорт Экспресса Ну поговорили о внутреннем чемпионате Теперь сам Бог велел Уже наверное все таки Переместиться В сторону сборной России Тем более Послезавтра Да С Германией мы играем Да Давай об этом поговорим Что у нас происходит У нас произошло вчера Интересное событие Связанное Как раз с тем О чем мы говорили С травмой Дзюбы Ну Кроме усталости Дзюба еще и травмировался Да До этого мы не договорили Но так произошло Он усугубил травму И скорее всего за сборную Во всяком случае С Германией Точно не сыграет Вместо него В команду был вызван Нападающий Краснодара Ари Это уже третий Бразилец В сборной России Причем в нынешнем созыве Более того Сейчас в команде Находится 5 человек Получивших российский паспорт По ходу Карьеры свои Уже будущие Состоявшимися игроками Это немцы Константин Рауш И Роман Нойштеттер Ну Немцы Условные Немцы они настоящие Но родились на территории Советского Союза Рауш Томской области Нойштеттер Казахстан Днепропетровский он родился В нынешнем Днепре Отец его просто играл Потом за сборную Казахстана Но Долгое время Имели Немецкое футбольное гражданство Нойштеттер даже вызывался В сборную Германии Играл за нее Кроме того Это вратарь Гильерми Который много-много лет Уже в России Молодым совсем юниором Приехал в Локомотив Долго там Пытался пробиться Хоть куда-то В конце концов Дорос до состава И получил гражданство Вызов в сборную Тоже больших вопросов Марио Фернандес По гражданству Которого вопросы Может возникали Но своей игрой Он их отбил На чемпионате мира Он был вообще лучшим Пожалуй В сборной России Вместе с Дюбой Забей пенальти С Хорватии Вообще Насили бы его на руках Я вот тоже вспомнил Тот самый момент Но тем не менее В эту серию пенальти Если что Он Россию и втащил Своим ударом головой И до этого проводил Блестящий турнир И вот теперь Ария Ария в России давно Ария в России Запомнился многим И хорошим и плохим Были там С его участием Драки Ну Драка в финале Кубка России Где он был инициатором Он известен тем Что имеет Обыкновение Терять кураж Достаточно быстро Он может там Проводить Великолепный месяц Два Прекрасный отрезок Потом пропадать Вообще Чуть ли не на полгода Что есть человек На поле Что нет Но сейчас Вот после получения Летом наконец Паспорта Он в России 8 лет Имеет полное право Живет Жена русская Были слухи о разводе Не могу точно сказать Но Когда приходил он к нам В гости в редакцию Приходил он с женой С русской девушкой По-русски говорит Соответственно Больших вопросов К нему Думаю Не должно быть По поводу получения Паспорта И осенью Он проводит Очень хорошее В чемпионате Он забил в 8 матчах 6 голов Второй бомбардир Чемпионата Вместе с шведом Классеном После Федора Чалова Молодого нашего 20-летнего парня Из ЦСКА Который тоже Наконец-то вызван За это Станислав Саламчу Не сказать Что предъявляли Претензии Но намекали Что неплохо Бы позвать Еще и лучшего Бомбардира Чалов вызван Ария здорово Как и весь Краснодар Смотрится в Еврокубках И Ария Это действительно Человек Который По своей Антропометрии Больше всего Похож на Дзюбу Из того что можно Есть еще Антон Заболотный Дублер Дзюба В Зените Он тоже вызван Он нам тоже Даже более Высокий Мощный Чем Ария Еще больше Похож на Дзюбу Но Уровень исполнительского Мастерства Конечно не сравним Ария Сильнее А вот скажи пожалуйста У нас минутка буквально Остается до конца эфира А в сборной Германии В какой форме сейчас Сборная Германии В этом году В ужасной форме Вообще весь год Проводят очень плохо Ну лето то мы помним Осенью стало еще хуже У Германии В 11 матчах года 6 поражений Такого не было Наверное никогда Будет очень Не знаю Забавно или грустно Если Станислав Черчесов Сейчас возьмет Обыграет Германию В товарищеском матче И уволит Своего большого друга Давнего знакомого Иохима Лева К которому он в гости ездит И которого к себе приглашается С которым прекрасно общается Если Вот так произойдет А есть шанс такой Что он покинет свой пост Да У него очень Нестабильное положение Не после матча с Россией Скорее всего После следующего Потому что у них важнейшая игра С Голландией Если Германия вылетит Из элиты Лиги наций Турнира нового Не совсем понятного Но тем не менее Она там подвисла Слушай Ну будем надеяться на нашу победу Будем послезавтра смотреть У нас заканчивается время Кирилл большое спасибо Друзья Напомню Корреспондент Спортэкспресс Кирилл Бураков Был с нами Еще раз спасибо Приходи к нам До встречи Вам спасибо Ну а меня зовут Влад Кутузов Друзья Прощаюсь с вами до завтра Вернусь к вам В 7 часов утра Рано утром Пока